Всем привет! У нас похолодало, прохладненько, дожди, а бальзамины чувствуют себя превосходно. Помните, я покатала? А у меня появилось желание сварить грибной суп. Беру кастрюлю, разогреваю, добавляю немножечко масла, где-то полторы ложечки. Делаю это только, если у вас кастрюля с толстым дном. Если нет, то нужно сделать в сковородке. Ну и теперь в разогретое масло я добавляю нашинкованный лук. Морковку также добавляю. Обжариваем лук до прозрачности. Добавляю грибы. У меня шампиньоны коричневые, я люблю, чтобы они были крупные, понарезаны. И вот крупные нарежаю на 6 частей, помельчим на 4 части. Слегка посолю и поперчу. Я люблю добавить куркуму. Аккуратно перемешиваем. И добавляю ложку мути. Снова перемешиваем. Слегка обжариваем, чтобы мука стала золотистой. И добавляем кипяток. Все тщательно перемешиваем. Сначала небольшую часть, потом добавим больше. Очень важно хорошо перемешать, чтобы на дне пройтись по всему дну, чтобы у вас там не осталась прилипшая муки. Видите? По всему дну получается вот такая очень быстро густая смесь. И теперь мы ее будем разбавлять оставшейся водой, кипятком или же бульоном. Это уже как вы хотите. Если вы хотите более наваристый суп, то добавляйте бульон. И сейчас добавляем. Видите? Проверила, чтобы дно было везде чисто, чтобы нигде не прилипло, не прижарилась мука. Вот, смотрите. Видите? Добавила. Я варю не очень много грибного супа для того, чтобы съесть его за один раз, на один день. Потому что, так как здесь добавлен загуститель в виде муки или вот если добавляют крахмал, на второй день разогревать это всегда, ну, немножко проблематично. И вот у меня, в принципе, тоже не хотят есть два дня подряд один и тот же суп. Поэтому варю на один день. Ну, где-то литра два с половиной. Теперь ждем, когда закипит, прокипит минутку, и добавлю нарезанный картофель. Ну вот, суп закипает. Сейчас буду добавлять картошку. Но хочу предупредить, что так как добавила загуститель в муку, нужно периодически помешивать суп и проходиться по дну, чтобы, опять-таки, ничего у вас там не прилипало и не подгорало. Картошку почистила, порезала. Вот примерно, ну, вот такие кусочки. Я так люблю. И люблю брать картошку, которая не разваривается. Люблю, чтобы она была целенькая. А вы добавляйте ту, которую вы любите. Так, добавляем картошку. Размешаем немножко. И теперь варим до готовности картошки. Это буквально 3-5 минут. И затем я добавила сливки. У меня вот такие шлахру. Примерно 150-200 миллилитров. Размешала, дала немножко покипеть. И вуаля! Ну, вот такой ароматный вкусный суп у нас получился. У меня картошечка, грибочки. Очень вкусный. Вы его подсаливаете, да, по вкусу. Перчик, чесночок. Вот в конце можно добавить зелень. Ну, вот такой вот простой, легкий в приготовлении. Вот такой суп. Можно подавать с гренками. Очень вкусно. Приятного аппетита! Вот такой суп у нас получился. Легкий, грибной, сливочный суп. Подаю с гренками.